Здравствуйте, дорогие друзья! В воскресенье будет праздник Песох Шейни, Второй Песох. Их просьба была услышана. Таким образом, на поколении было установлено, что ровно через месяц после Первого Песоха, 15-го яра, будет Второй Песох. На первый взгляд нужно понять, ведь евреи, которые осквернились к прикосновению к омиршу, получили очищение гораздо раньше и могли принести жертву Песох уже в холямой самого праздника Песох. То зачем они должны были ждать до 15-го яра? Дело в том, что праздник Песох Шейни, Второй Песох, напрямую связан с тем временем, когда он выпадает. Это месяц Ия. Месяц Неса еврейский народ вышел из Египта. Всевышний сделал для нас много чудес. Было расцветие божественности сверху вниз. Тогда как месяц Ия – это период свиросомер, период исправления нашей животной души. Тогда, когда мы со своей стороны стремимся ко Всевышнему движению снизу вверх. Также праздник Песох Шейни, ведь на него нет прямого указания Всевышнего. И то, что мы его праздываем – это в результате желания и стремления самого еврейского народа. Песох Шейни учит нас важному правилу, что придлиться ко Всевышнему никогда не поздно. Евреи, которые не смогли принести Курбанбеса вовремя, не стали жаловаться на свою участь в ситуации, когда, казалось бы, уже невозможно ничего исправить. Ведь время заповеди уже прошло. Они все равно с полной уверенностью, что всегда можно все исправить, требовали изменить ситуацию и не потерять эту заповедь. И награду за свою уверенность и стойкость получили возможность принести Курбанбеса в 15-го яра. Также и мы. Иногда кажется, что наше состояние очень далеко от святости. И все уже невозможно ничего исправить. Но у нас должна быть полная уверенность и стойкость в том, что ничего не устоит перед настоящей чувой, раскаянией. И, как известно, что любое падение, даже самое большое в конечном счете для следующего за ней поднятия. До свидания. Всего доброго.